Ну вот, наконец, началась моя большая, можно сказать, жизнь. Сегодня привезли в квартиру, выделили комнатку. Небольшая, но светленькая и чистая. Есть соседи, поболтал с туалетной бумагой. Мягкая, покладистая девушка. С хозяевами тоже пока не знакома. Волнуемся. Я в шоке. Приходила женщина, ни слова, ни полслова. Сразу уселась ко мне на колени и натурально обгадила. Что за дикие нравы? Куда я попался? Неужели мне суждено провести с этими людьми всю мою жизнь? Тешу себя надеждой, что остальные домочадцы человечнее, чем это. Видели бы вы, что она вытворяла с бедняжкой туалетной бумагой. Разве об этом я мечтал, пролеживая бока на складе? Разве мог я представить себе, какой кошмар меня ожидает? Мои хозяева, грязные, бездушные скоты, обращаются со мной, как с рабом. Почему я не попал к людям светлым, чистым и душой? И другими частями тела? Ведь не все же они такие. Я-то еще держусь. Но милая, бедная моя бумаженька тает на глазах. Они ее просто используют. Хладнокровно и расчетливо. Познакомился с презервативом. Изможденный, помятый, жалкое существо. Рассказывал совершенно жуткие вещи. Ни за что бы ему не поверил, если бы не видел его насквозь. Может быть, он просто бредил? Его явно чем-то накачали. М-м-м, зырки. Унесли то, что осталось от бумажки. На ее место поселили новую. Молодая, воздорженная. Как же она похожа на юную бумажку. Представляете? Оказалось, что они тезки. Принялась расспрашивать меня о хозяевах. Строить планы. Я едва не разрыдался. Не могу. Не могу больше оставаться в этом доме. В доме, где тебе не просто плюют в душу. Тебе в нее срут. О, Господи. Какие они все-таки бесчувственные. Вчера поздно ночью приходил хозяин. Встал передо мной на колени. Обнял. Душа моя трогнула. Я был готов простить ему все. Даже прокисший суп и чайную заварку. Но вместо душевных излияний я получил очередную порцию мерзости и гадостей. Нет такой низости, на которую бы не были способны эти создания. Если бы я не был так крепко привязан к этому месту, ноги бы моей здесь не было. Ночь напролет проговорили с бумагой. Она в чем-то права. Мы действительно приносим пользу. Действительно видим их не с лучшей стороны. Но как же это горько, когда твоя работа так тебе противна. Презерватив рассказывал правду. Сегодня я смог в этом убедиться. Какие-то незнакомые люди, стыдливо прикрыв меня крышкой, принялись скакать на мне, как безумные. Не прошло и двух минут, как я был совершенно разбит. Нелепая жизнь, нелепая смерть. Надеюсь, в следующий раз я буду более удачливым унитазом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...